Здравствуйте! Сегодня мы беседуем о Жюльене де Ламетри, а с Владиславом Юрьевичем Мартыновичем, кандидатом наук. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, он менее известен в узких кругах, но те, кто интересовался материализмом французским, безусловно не могли обойти это имя. Это был врач, в 1700-х годах, живший недолгую жизнь, 44 года он прожил. Я читал его работы, у него их несколько, «Человек-машина», как-то человек больше, чем в машинах. Да. Человек-растение. Человек-растение, а начал он с души. «Макиявели медицины». Я нашел его работы крайне примитивными, скучными, очень витиеватыми, по большей части пытающиеся закрыть свою задницу от того, чтобы ему религиозные фанатики не наваляли, но ему все равно наваляли, книги запретили. Но медицина больше всего пострадала от прогресса, от медицинских работ, потому что даже достаточно недавние работы звучат наивно. А вот эти все работы 18 века, это, конечно, читать для человека, знающего медицину, это немыслимый позор, испанский стыд, так сказать. Представление о том, как работает человеческий организм, что в нем происходит и так далее, у них не было практически никакого. Собственно говоря, конечно, зазнаваться, что мы сейчас такие все умные, я боюсь, что и сейчас у нас все равно слабые представления об очень многих процессах. Но проблема с ним, что человек действительно машина. И чем, не только человек, тем глубже мы постигаем тонкости устройства, скажем, внутриклеточных процессов, тем больше они напоминают фабрики. Буквально молекулы, бегающие по рельсам. Какие-то станочки типа ревосомы, на которых на матрицах печатаются в 3D в трехмерном исполнении белки. Сложнейшие вот логистические системы. И действительно он этого знать не мог и догадываться даже не мог. Но чем глубже мы изучаем эти вещи, тем более механистические, какие-то технологические ассоциации у нас выникают с очень сложными логистическими системами, напоминающими полностью автоматизированные фабрики. Вот. И, собственно, поэтому мы не можем вот просто взять и выкинуть на свалку истории, посмеявшись над несчастным доктором, который то ли объелся в трюфеле, то ли был отравлен, то ли был шутом, то ли был философом. Вот. Вот. Который искал убежище при Прусском, по-моему, дворе, да? При Прусском. Прусском, да? Угу. Фредерика Второй. Да, у Фредерика Второго, да. Вот. И давайте обсудим, то есть является ли сравнение человека с механизмом, вызовом его духовности. Ведь его первая работа касалась души, где он хотел показать параллель, что душа не более чем отражение физического состояния тела. Пережив лично лихорадку, он решил, что состояние души полностью зависит от состояния тела. И это была первая работа, которая его и как бы поставила в резкое противостояние с церковью. Церковь почувствовала опасность, угрозу от этих вещей. Вот. Не является ли концепция человека-машины упрощением сложности человеческого существа? Как теория леометрии соотносится с уникальностью жизни, с ее бесконечной сложностью и является ли концепция человека-машины настоящей угрозой человеческой духовности, или же это гениальная догадка о том, как действительно обстоят дела? Дело в том, что, во-первых, мне бы хотелось сказать, как мне кажется, мы не имеем морального права смеяться ни над одним мыслителем прошлого, потому что мы являемся ничем иным, как наследниками их борений, терзаний, достижений. Хуже того, мы сами являемся мыслителями прошлого для того, кто будет смеяться над нами. Совершенно верно. Совершенно верно. Это, кстати говоря, большой вызов человеческой духовности, так скажем, проверка на вшивость, если угодно, проверка на высокомерие. То мы все, каждое поколение, которое приходит, мы все находимся наверху огромной горы. Но эта гора растет. И нам не нужно зазнаваться и думать, что мы достигли уже вершины этой горы. И это очень хорошо можно просмотреть на примере развития философии, на примере развития мысли человеческой на протяжении веков. И в любом случае, воздавая должное тем или иным мыслителям, мы должны понимать контекст, в котором эти идеи рождались, генетические связи, откуда эти идеи брались, почему они, так сказать, вызывали тот или иной резонанс и к чему они в итоге приводили. И видеть всегда мы должны целостную картину, мы должны к этому стремиться, держать это в уме. Это первое, что мне хотелось бы заметить. Второе, ламетрия, естественно, как и любой другой мыслитель, это порождение своей эпохи. Но при этом необходимо заметить, что его идеи, даже если они кажутся простыми, а идеи материалистов часто простые, потому что они имеют дело с реальным уровнем познания реальных вещей в этом реальном мире. И в XVIII веке этот уровень, как вы уже правильно заметили, не был столь высок. Но тем не менее умение извлечь из этого уровня, так сказать, выводы, которые приведут к большим последствиям в будущем, это удел очень немногих. И это уже само по себе является большим достижением. Да, механистический материализм можно рассматривать с точки зрения идеологии. То есть он повлиял на выводы тех или иных идеологов, которые часто отнюдь не были связаны с наукой или с прогрессом в области медицины и так далее. А часто это все приводило к очень разрушительным политическим выводам. Да, это тоже необходимо иметь в виду. Но отнюдь не только материализм и скороспелые идеологические выводы из него приводили к трагическим последствиям. И это мы тоже сейчас можем с весьма большой долей вероятностью утверждать. Третье, что хотелось бы отметить, когда вы говорили о лометрии как докторе и о механизме человеческого тела, мне вспомнился известный сериал, который был снят по истории доктора. Это «Доктор Хаус». Я не знаю, знакомы вы с этим фильмом или нет. Идея этого сериала на самом деле гениальная, на мой взгляд, потому что она возрождает первоначальную задумку автора Шерлока Холмса поместить не сыщика в центр событий, как человека, который исследует причинно-следственные связи и докапывается до сути, а именно врача. То есть врач, исследуя очень сложные переплетения тех или иных механизмов внутри человеческого тела, приходит к тому, что он выводит диагноз, до которого никто другой не мог бы додуматься. Но он знает досконально все пути и выходы в человеческом теле. И он знает досконально болезни и лекарства, и симптомы, и так далее, и так далее. Когда Ламметри создавал свое главное произведение, а именно естественную историю человеческой души, он, как вы правильно заметили, перед этим пережил лихорадку, пережил болезнь. Он был военным доктором. То есть можно только предполагать, каких ужасов он насмотрелся во время войны за австрийское наследство, где он был военным доктором. И он сам прошел через эти болезни. Вот. И психологическое страдание и физическое страдание в нем включили вот этот мыслительный механизм и породили эту книгу. Что весьма не случайно. Именно так он пришел к формулированию идеи о том, что наше душевное состояние диктуется нашим физическим состоянием. И из этого он вывел свою теорию. Вот. Вопрос в том, является ли человеческий дух чем-то отдельным от тела или нет. Но мы не можем отрицать того факта, что определенный детерминизм нашей плоти, нашего духа – это реальность. Вопрос в том, насколько здесь уместен редукционизм. То есть, может ли он быть абсолютным или он опосредованным. В этом смысле, конечно, лометрии можно поместить в дискурс с другими философами, в том числе с материалистами, в том числе с французами. С одной стороны Декартом, с другой стороны Дидро. Вот в этом контексте необходимо в первую очередь рассматривать идеи лометрии и место этих идей, как и самого философа, в контексте развития общечеловеческого философского знания. Да. Не ведет ли принятие детерминизма лометрии к негативным моральным и социальным последствиям? Конечно, мы имеем опыт уже того, что эта опасность существует, потому что механистический материализм ведет к определенным этическим выводам, если брать их на веру, если принимать эти представления с точки зрения догмы, а не с точки зрения критического анализа. Вот именно поэтому я говорил ранее об идеологии. То есть идеология – это своего рода схематическое упрощенное мировоззрение, которое с усредненных позиций начинает диктовать как абсолютную истину то, что таковое не является. И взгляды материалистов французских привели в итоге к отрицанию морали. Вот. И если мы возьмем, например, гедонизм того же лометрии, а он выводил свой гедонизм как следствие из сенсуализма, а сенсуализм был философией того времени и этикой того времени, то есть это логическая связь. К чему же это привело? Это привело к отрицанию морали и этики на уровне обыденности материалистического восприятия. Вот. И как следствие человек получает карт-бланш на то, чтобы делать любое зло, потому что зла как бы не существует, а если механические реакции, действия, мотивы и так далее. Вот. Это мы видим на примере французской революции и далее. Это приводило к жутким последствиям. И подобное мировоззрение сейчас, возможно, приведет к таким же последствиям. Рассматривать человека как машину, это значит обездушивать человека. Поэтому, в первую очередь, церковь и вцепилась так в ламетри. Но дело все в том, что ламетри на самом деле, как мне кажется, не совсем так подходил к вопросу. Потому что он и написал свою следующую работу, одну из следующих работ, что человек не только машина. Он хотел, на мой взгляд, намекнуть, что его точка зрения сводится к тому, что мы должны акцентировать внимание на взаимоотношении материальных факторов с нашим сознанием. В этом плане, кстати говоря, ламетри близок к современной науке и когнитивной психологии и бихевиористской психологии. Вот. То есть, есть определенные механизмы, по которым наше тело и наше сознание взаимодействуют. Это отрицать нельзя. И далее ламетри говорит не о том, что наш разум или наше сознание выводится механистически из материальных отношений. Нет. Он скорее говорит о симбиозе. Вот, например, когда он исследовал животный и растительный мир в своих работах, то он намекает на этот симбиоз. Например, он говорит о том, что возможны существа, у которых качество животных и растений совпадают. Понимаете ли? Вот. Точно так же и в нашем теле качество плоти и качество духа взаимодействует. Я бы, кстати говоря, от себя мог привести пример опять же из нашей современной жизни. На мой взгляд, этот пример очень хорошо демонстрирует фундаментальную правильность взгляда ламетрии. Ведь смотрите, если бы у нас с вами не было определенным образом организованной технологии, которая материальна, согласитесь, для вот этого нашего с вами общения в зуме, которое существует, мы его не видим, да? Мы его можем поймать только через определенные приборы. Ну вот, если этих приборов не будет, не будет и этого зума. Вот. То есть для того, чтобы это работало, необходимо особым образом организовать материю. И тогда это возможно. Почему у животных невозможно то, что есть у человека? Язык, сознание, та же самая философия. У животных это невозможно. Почему? Потому что их материя организована не таким образом, как наша. Наша материя организована специально, чтобы это стало возможным. То есть иными словами, человеческая душа может жить только в человеческом теле. И если человеческое тело ломается, то и последствия будут аналогичными. Вот. То есть здесь целый ряд вопросов, которые, на мой взгляд, показывают, что механистический материализм ламетрии далеко не столь однозначен, как принято было считать и в его время, и в наше время. Это точно так же, если хотите, что к нему, к философу, относились как к шуту при дворе Фридриха II. Но заметьте, что если бы он был таким шутом, то такой король-философ высочайшего уровня сознания, каким был Фридрих II, никогда бы не пригласил его к своему двору. Это было время, когда философы с легкостью общались с монархами. Это было особое время. Ну вот. Это было время, когда статуя смеющегося Вольтера была заказана Екатериной II, и Екатерина находила удовольствие в том, чтобы обмениваться с ним письмами. Она не могла его пригласить при дворе, чтобы он был. Но Вольтер был при дворах в Европе. То есть, вот, пожалуйста, сколько аспектов, сколько ракурсов, которые открывают идеилометрия, как и его личность, совершенно по-другому. Вольтер был при дворе Фридриха II и написал о нем, что ему надоело стирать его грязное белье, имея в виду, что он правит его работы по-французски. Это дошло до Фридриха II, и ему пришлось потерять свою должность, позицию, быстро оттуда ретироваться. Вы не знали эту историю? Да, но понимаете, Фридрих II сам был философ, это был особый монарх, который создавал вокруг себя особый климат, особый культ. В этом и состояло его величие. Это был монарх-философ. Но, конечно, он был монарх, и он был монарх эпохи абсолютизма. И, конечно, философы, свободомыслящие философы, они не могли бы иначе с ним обращаться. Вы понимаете, это эпоха определенной легкости, с одной стороны, и суждений, и выражений. А с другой стороны, эпоха больших фундаментальных противоречий. Ведь, смотрите, возьмем, например, Маркиза де Сада. Его философия в Будуаре является своего рода отражением, критическим и, я бы сказал, даже сатирическим отражением той эпохи. Об этом, кстати, никто не говорит, но Маркиз де Сада таким образом критикует механистический материализм. И вообще материализм, как Вольтера, так и Эллометрия, если хотите. Вот какая-то была эпоха. Это было все при дворах. Они скандалили при дворах, они приезжали при дворы, они ссорились при дворах, и они интриговали при дворах. Вот в этой, так сказать, системе ценностей они тогда существовали. В этой системе очень легко оказаться шуток. Да, да, они этого не отрицали. Вот посмотрите на архитектуру того времени, на все эти дворцы эпохи Барокко и Рококо. Там вы увидите фривольность во всем. Зеркала, которые отражаются. Понимаете, это не случайно. Именно тогда панельные зеркала появились. То есть в зеркалах до бесконечности отражается все, что мы видим. Но эти зеркала имеют двойное дно. Они открываются, и за ними тайные комнаты, тайные ходы, которые идут часто непонятно куда. С одной стороны блеск и мишура, с другой стороны вот эти вот тайны, эти секреты. Такая была эпоха. Вы сказали, что у животных нет того, чего есть у человека. Но надо сказать, что и у человека нет того, что есть у животных. Каждый момент времени, каждый вид является своим совершенством. В результате, если мы верим в действия эволюции, в результате приспособляемости, каждый вид находится в каждый момент времени в наилучшем своем состоянии, приспособленности к тем условиям, в которых он обитает. Поэтому у собак в 300 раз лучше нюх, чем у человека, у орла во много раз лучше зрение, сила, даже у обезьян гораздо больше, чем у людей. А если философия у животных, я недавно писал такую работу, где представлял людей размером с муравьев. И вот если бы некто размером с человека наблюдал бы жизнь таких существ, смог ли он узнать, что у нас есть культура, философия и все сложности, не представлялись бы мы ему такими же муравьями, как муравьи представляются нам. Особенно, если система коммуникации у муравьев химическая, а не звуковая, то есть они по различным феромонам, которые выделяют, передают определенную информацию. Это своего рода язык, который, естественно, нам не может быть понятен и очень сложно его распознать. Мы не можем сказать, что в этих галереях подземных муравьи делают. На этом мне биологи возражают, что они очень просто устроены, и у них просто типа мозгов не хватит, чтобы чего-то там построить. Но вот еще раз, как бы чем дольше, чем глубже мы изучаем животный мир, тем меньше мы видим разницы с самими собой. И тем более удивительно, что мы, в общем, от них отличаемся. И что еще интересно, что животные, которые умные, они не занимаются всякой фигней, они ленивые. А вот как раз не очень умные животные, типа нас, суетятся и все время создают какие-то цивилизации, там развивают мозги, и всякие прочие вещи. Было такое исследование. То есть более мудрые, более развитые умственно животные насладаются жизнью. Они априори не считают нужным тратить усилия на что бы то ни было. Вот. И сказать, что это не философия, это тоже вопрос. Потому что то, что мы тут щебечем и чувствуем себя очень умными, это совсем не обязательно. Интересно, что ли, к чему приводим, мне всегда интересно смотреть на поздние работы авторов. К чему они приходят, как бы, в чем вывод? Одна из его последних работ, это искусство наслаждения. То есть его очень стало склонять к какому-то эпикурейству. Работа «Ля дежуи» 1751 года, уже после всех предыдущих. Где он, в принципе, если посмотреть, что он там пишет, он совершенно, вот смотрите, такая цитата. «Аметь, être, aimer, c'est pour son cœur, délicat le premier jouissance, jouissance sans lequel toutes les autres n'était rien». Любить и быть любимым. Для сердца, деликатного, тонкого сердца, это наипервейшее наслаждение. Наслаждение, без которой какие-либо другие не имеют, являются ничто, не имеют никакого значения. Это не похоже на материалиста, да? Конечно. Это очень нематериалистичное заявление. Мне кажется, извините, что я перебил, мне кажется просто, что мы должны посмотреть на материализм шире, чем мы привыкли на него смотреть, исходя из опыта прошлого, то есть из идеологии, которая так или иначе на нас воздействовала, то есть образ материализма. Понимаете, тот материализм – это совершенно другой материализм, чем наш материализм. И тот материализм исходил из других представлений и был обращен на другое, чем на наш. Вот. Тот материализм скорее инструментален, а не целеполагаешь, понимаете ли? Вот. А в 19-й век, особенно 20-й век, сделали материализм как бы центром приложения человеческого сознания, человеческого гения. И борьба с этим материализмом, она часто идеологическая. Надо просто, на мой взгляд, понимать место материализма в контексте нашего сознания без идеологического давления. Вот это очень важно. И, конечно, лометрия, он поэтичен. Я бы сказал, что у него есть, на мой взгляд, критика Эпикура. Особая работа об Эпикуре у него есть. Но надо понимать, что, опять же, что Эпикур для человека 18-го века – это не Эпикур в современном представлении. Скорее, Эпикур таков, каков он был в оригинале. Да, конечно, да. То есть, мы, опять же, должны смотреть на работы самого Эпикура и на эпикурианскую традицию в ее развитии в течение веков, чтобы понять реальность того, что же такое эпикурейство, как целостная система представлений. Это гораздо интереснее, чем просто узко подходить к этому вопросу. Но, опять же, если говорить о чувственности в античной философии и о чувственности эпохи сенсуализма философского, то есть той эпохи, когда писал Эмметрий, там есть нечто отличное. Потому что, смотрите, в античную эпоху гедонизм отличался от эвдемонизма. То есть, понятие наслаждений различалось. Интеллектуальное наслаждение – это одно, а чувственное наслаждение – это другое, и их нельзя смешивать. И в этом смысле надо сказать, что Эпикур скорее был эвдемонистом, а не гедонистом, как его представляют позднейшие адепты. Ну, да, безусловно. Но Эмметрий здесь просто перечисляет, что он имеет в виду под этим удовольствием. Не теряйте ни секунды времени. Наслаждайтесь теми редкими моментами, когда мы отдыхаем. Бувун, выпиваем, шантун, поем. Когда взгляды и смех сопровождают наши шаги. То есть, наслаждения тут как раз такие гедонистические вполне. Пейте, пойте. Да, да, совершенно верно, да. То есть, усложнение чувств – это вполне механистический подход. Понимаете? Вот он механистический материализм. То есть, наши чувства, они материальны. Мы воздействуем на наши органы чувств, во всех сложностях. И мы, зная о том, как это воздействие происходит и что приводит к нужному эффекту, добиваемся этого нужного эффекта. В этом сенсуализм. Наш организм – это машина, которая чувствует. И через это наше сознание как машина действует. Вот логика, в которую это укладывается. Наша жизнь, наш организм, наша саморефлексия – это всего лишь продукт нашего несовершенного сознания. То, как мы себя наблюдаем. Она и машина, и не машина. И сводить это ни к тому, ни к другому невозможно. Тем глубже мы понимаем, так сказать, материю этих вопросов, тем меньше хочется этого детерминизма. Все сливается в единый некий процесс, где механистичность переплетается с духовностью, духовность с механистичностью. И все возвращается к нам же в виде ответа. Это ваши глюки. Все, что вы можете знать о себе – это ваши глюки. Вы ничего знать о себе не можете. И можете это называть механистичным, духовным. Короче, балуйтесь в своем сознании как хотите. Купайтесь в нем, плещитесь, любите, ненавидите, что хотите – делайте, но что на самом деле там происходит за стеной этого сознания – это совершенно неизвестно, совершенно, в принципе, не сильно влияет. Мы очень похожи на дурных мартышек, которые что-то найдут и начинают с этим носиться. Типа мартышка и очки или еще какие-то вещи. Вот. Лямитри для меня человек, которого использовали не по назначению. Да, согласен. Мартышки. Его материализм возникает именно из того, что вы сказали, из его профессии. Это и моя первая профессия. Читая некоторые его строки, я специально пропускал, когда он приводил примеры, когда кого-то вскрыли заживо за измену. И как трепетало его сердце и прочие всякие подробности, чисто медицинские, я бы сказал. Да, трудно не стать механистическим материалистом, погружаясь в гной, кровь, страдания. Но, с другой стороны, этот человек, он совершенно не материалист. Он совершенно не материалист. Он, скорее, как вы верну сказали, поэт, который забрел не в ту дверь, как сейчас спорно говорит. Дверь зашел. Но мы должны быть ему благодарны, что он нашел эту дверь, повернул ключ в замке и вошел, несмотря на то, что все вокруг восклицали и охали. Ах, ах, ах. Вот он это сделал. Понимаете, любой философ это своего рода духовный подвижник, иначе он не философ. То есть он провоцирует человечество на что-то, он открывает человечеству глаза на что-то, вне зависимости от реакции этого человечества, от того, готово оно или нет. И именно такие люди двигают нас вперед, поэтому мы им обязаны. К тому же надо признать, что у него как бы менялись акценты. Не случайно в своей работе «Человек-машина» он выводит прямо на титульный лист цитату из Вольтера. Цитата из Вольтера, я сейчас не буду искать, если не пойду. Но смысл ее сводится, что все замечательное появляется и заканчивается, и все это как бы непосредственно замыкается в нашем естестве. Вот, естественно, от такой цитаты церкви становится плохо, да? Вот, собственно говоря. Если мы, сейчас я сделаю экран, вот его первое издание. Сейчас. Это какой год? 1745, да? Сейчас посмотрим. Какую вы имеете в виду работу? А вот, это работа. Ле... Син. 1748. 1748, да. Видите, 1748. Человек-машина. А, Человек-машина. И тут, прямо на титульном листе. К сожалению, мелковато написано. «Элла-разон дээллэсэнс Супрэйм». То есть, мама, cuent. « Aaron, свет tiene. «Ээлла-разон дэлла, супрэйм2. Элла-разон дэллы-разон дэлла aíнk price миллий Definitely styles. А истинь 39 дэлла-разон так далее. Наш дух, столь светящийся, он как возникает, так и слабеет вместе с нами, увы, и погибает так же. Но в начале, это очень важно, что он начал именно с этого, это и есть смысл высшей сущности, тут и находится смысл, заложенный высшей сущностью. То есть эта цитата, она амбивалентна, как и вся эта эпоха. Это, понимаете, эта цитата, она очень хорошо корреспондирует с известной надписью на храме, построенном Богу Вольтера. Он же в Швейцарии, там, где он жил, построил храм маленький и написал «Вольтер Господу Богу». Вы в курсе? Вот это приблизительно цитата из этой эпохи, из этого контекста. О, я смог увеличить. Он рождается с нашими чувствами. Куа, верой. Да. И точно так же он и погибнет. Потому что для этого мира так и есть. Когда мы стареем, и нам приходит конец физически. А, кстати говоря, Ламетри сравнивал наше тело с часами. Он первый, по-моему, кто сказал, что наше тело – это часовой механизм. И, кстати говоря, приближаясь к эволюции как таковой, он, по сути, предвидел эволюцию, когда сравнивал человека и животных и говорил, что здесь есть преемственность, между нами нет резкой границы. Он говорил, что если сравнивать телесно, как машину, как механизмы, наши тела и тела животных, это все равно, что… Он говорил об обезьянах, кстати говоря, как высших существ среди животного мира. То это все равно, что сравнивать планетарную модель Гюйгенса, это был великий математик и астроном голландский, планетарную модель Гюйгенса и карманные часы по сложности. Вот так он сравнивал. То есть в этом смысле, да, когда эти механизмы перестанут в этом мире работать, то мы, как духовные сущности, для этого мира будем выключены. Все, это и есть смерть, по сути. Все-таки я склоняюсь к тому, что мы мартышки. И принципиальная разница между тем, что они улюлюкают на деревьях, и мы тут философствуем, ее нет. Ну, современная наука, насколько мне известно, изучив мозг высших приматов, шимпанзе, например, пришла к выводу, что у них интеллект годовалого ребенка, если сравнивать с человеческим. Такое я где-то читал, я не помню, где, к сожалению. Вы задайте задачу современной науки, и она вам докажет, что банан более интеллектуален, чем человек. Кто платит, тот и получает результат. Ну, если бы это было так, наука не была бы наукой. Я согласен, что в научных кругах такие найдутся. Но это будет антинаучно. Это будет нарушением научного метода. Да, такие есть. Не надо заставлять людей что-то подделывать. Можно найти того, кто так считает, и его поддержать. Это будет та же самая идеология, что и подделка. Просто с другой стороны. Но это будет ненаучно. Я считаю, что мы до сих пор очень далеки от того, чтобы делать какие-либо всеобъеблющие выводы. Да, конечно. Каждый раз, когда мы узнаем о каком-то механизме, о какой-то новой системе, мы пытаемся ее экстраполировать на все наши другие знания и таким образом делать выводы. то мы открываем кровообращение, делаем один вывод. Потом мы открываем еще чего-нибудь, делаем другое. Потом мы открываем с помощью микроскопа микроорганизмы, делаем еще один. Потом мы узнаем, как эти простейшие сложны, делаем следующее. Потом мы открываем вирусы и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что сам процесс экстраполяции каких-то выводов на более широкие, он очень вреден. С одной стороны, он как бы, да, создает некую законченную картину мира в каждый отдельный взятый момент. Но при этом она неизбежно ложна, и выводы из нее могут приносить очень много вреда. Видите ли, подобная схема необходима для построения научных теорий. То есть это своего рода ступени, которые необходимы для дальнейшего критического осмысления. И именно это ведет наше познание ввысь. Но опять же хотелось бы подчеркнуть, что делать из этого всеобъемлющие выводы, это значит уходить от науки. Наука принципиально не делает всеобъемлющих выводов. Она каждую свою картину мира, отраженную в теории, делает временно, поэтапно. Это люди делают это все, которые не научные. Что? Наука не делает. А вот ученые делают. Значит, они не такие ученые, как они о себе представляют. Понимаете? То есть это в соответствии научному методу. Вот и все. Это очень ясные критерии. Если из науки делают догму, то это уже не наука. Наука опирается на скепсис. Из науки все время делают шутовскую дурь. Да. Потому что подавляющее большинство людей о науке имеют очень слабые представления. Хуже того, те, кто занимается наукой, имеют весьма слабые представления о том, о чем они говорят. И хуже того, сделав даже какие-то открытия, через некоторое время детали, как они делали эти открытия, ускользают от них самих. И уже им трудно восстановить все тонкости того, каким образом они пришли к тем или иным выводам. Но без теоретического мышления это невозможно. Еще и Леонардо да Винчи говорил, что теория – это генерал, а практика – это солдат. И с тех пор ничего не изменилось. Да, наше познание несовершенно, но, как и мы, имеет свои определенные механические рубежи, так скажем. Но другого у нас нет. И мы опираемся на то, что у нас есть. Но даже при этом уже достигнуты огромные результаты. Этого нельзя спаривать. В эпоху Ламетрии это все только начиналось. Кстати говоря, вот еще один аспект того наследия, которое Ламетрии оставил. Дело в том, что современное развитие искусственного интеллекта и даже философия, этика искусственного интеллекта связаны с механистическим материализмом. Потому что центральная идея здесь – это заставить машину через повторение функций, известных функций, напробованных функций человеческой природы приходить к таким же результатам. То есть, иными словами, мы сейчас имеем естественную, так сказать, материализованную саморефлексию всего человечества в виде того же AI. Вот вам еще один след. И его возрастающие сложности, он все более и более становится все менее похож на машину. Да, конечно, да. Вот вам механистический материализм, если угодно. Вот он, он материализовался. Сколько лет прошло? 200 лет? Даже больше. 300 уже скоро будет. Скоро будет 300 лет. Может, на 300-летие человека-машины AI вступит в действие. Задумайтесь над этим. Это же недолго осталось ждать. 300 лет. Вот вам и AI. Живой памятник лометрии будет. Ну, надо еще сказать, что мы как бы слишком обобщенные выводы делаем. Я-то читал, что он там писал. Да, да. В общем, никаких гениальных прозрений я там, в общем, не обнаружил. И ничего такого, что до него не было известно. После него лимусировалось. Вот. До него это одно. Но вот после него это совершенно другое. И вот различие между до него и после него это и есть та грань, где можно его реально оценить. Потому что после него все. Это достояние всех. Все могут это присваивать. И говорить, что все так и было. Да, но он сам-то медик был еще тот. А другие медики хватают это как памфлет и начинают кричать «Человек-машина! Бога нет!» «Все дозволено! Человек-машина!» И делают французские революции, изобретают гильотины. Вот. Потому что выхватили нечто. И стали орать на всех углах. Правильно. Как и из науки. Вот что делает осредненное массовое восприятие невеж с достижениями единиц. Но если бы этого не было, мы бы с вами не могли рассуждать ни о гильотинах, ни о французских революциях. То есть и этот опыт проделан. Благодаря ламметрии, благодаря мартышкам, как вы их назвали совершенно правильно, которые выхватили это и начали с этим носиться. Вот мы наследники. Нет, я прежде всего себя считаю мартышкой. Просто очень толстые и неподвижные. Очень даже мартышка. Спасибо вам большое за проведенный со мной час свидания. Да, замечательно. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры создавал DimaTorzok